привет друзья и рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас будет технический выпуск и выпуск очень важный не зря я стою сейчас возле солнечных панелей потому что мы сегодня будем обсуждать с вами электрику лодки энергопотребление как это энергией управлять и как сделать так чтобы лодка была независимая большой выпуск очень комплексный и надеюсь яхтсменам этот выпуск будет очень полезен в общем вы все в курсе подписываемся на канал лайк колокольчик комментарии можете писать уже в процессе будет интересно пообщаться если что-то я не знаю обратная связь тоже всегда полезно и всегда во время все друзья поехали садимся сейчас за компьютер и начинаем разбираться очень детально в том что у нас сегодня будет происходить наше видео будет разделено на две части первая часть будет о принципах и подходах как разобраться что сделать как посчитать а второе я вам покажу в принципе базово как собирается система виктрона та которая у меня стоит и покажу базовые настройки и мониторинг что она умеет два принципиальных подхода в яхтинге первое это когда мы экономим электроэнергию то есть у нас все по минимуму мы не используем электричество у нас стоит виндвейн и мы живем на максимально экономичных батареях ну и вот вы вку поняли так вот этот вариант мы рассматривать не будем по причине того что мы хотим жить в другом варианте представьте себе вы привыкли жить в урбане вы живете в городе и вы пользуетесь рядом электронных приборов электрических приборов извините таких как там посудомоечная машина стиралка там кофеварка и прочее то есть при переезде на лодку я не хочу расставаться со своими привычками зачем я хочу жить той жизнью которой я привык и плюс в нее внести дополнительное качество жизни это возможность перемещения но все свои привычные компьютеры гаджеты девайсы интернет я хочу чтобы у меня было на лодке свое как в доме как в квартире не думал о том что у меня сейчас там мало электричество я не могу себе позволить включить стиральную машинку или о том что мы не будем мыться потому что закончилась у нас вода и получить ее негде так вот я абсолютно против такого подхода и мы будем рассматривать именно этот вариант как сделать жизнь такой как она была привычная и не уходить в какие-то лимиты и так давайте смотреть на то что же у нас есть из потребителей потому что получение энергии мы будем подстраивать под количество потребляемой энергии нашей лодки все расчеты которые я делаю я выложу в excel и будет файлик в описании вы скачиваете вбиваете свои данные свои потребления и можете рассчитать свои необходимости на лодке также я вам выложу ссылочку на калькулятор который считают ваты и амперы потому что раньше в видео я вам показывал что мы считаем нагрузку на сеть в амперах и это абсолютно верно в яхтинге так считается но мы говорим про 12 вольтовую сеть когда мы переходим на высоковольтные сети такие как 220 у нас получается все в ватах и получается немного сложно считать поэтому в табличке будут ваты и амперы под день под цикл ну там уже разберетесь давайте я вам сейчас расскажу как пользоваться таблицей по электроэнергии и так в левой графе у нас потребители энергии комментарий то есть тут будет описание что же я вкладываю в эту строчку далее ваты за цикл то есть сколько потребляет ватт там в час или за цикл устройства то есть в данном случае мы берем час работы нашей лодки ваты за день нам нужно понимать суммарное дневное потребление энергии потому что за сутки мы его будем каким-то образом получать обратно ну и амперы потому что я вам говорил 12 вольтовые сети считаются в амперах нагрузку потому что есть инструмент который считает прямо на экранчике сколько ампер протекает через вашу сеть поэтому мы считаем в амперах это обязательно первых пять позиций это то сколько потребляет лодка в режиме стендбая то есть грубо говоря холодильник один либо холодильник 2 сколько человек на лодке два человека сливают туалеты или 42 человека включают воду в душ либо 4 для ну в общем для большего количества людей там нужно заряжать большее количество телефонов и прочее прочее так вот первых 5 это касается исключительно лодки и ее работает то есть мы здесь не включаем этом не опресните ли ничего то есть просто исключительно лодка в своем режиме и так первый это экономический emergency когда у нас все отключено но работает вода работает холодильник работают туалеты то есть все работает в этом случае наша лодка потребляет 8 ампер если мы идем в режиме автопилота и там у нас работают там приборы в этом режиме мы считаем 15 ампер нагрузка на сеть это то сколько лодка ваша будет потреблять в час если у вас используются еще дополнительные приборы бот regular это обычный расход лодки в случае когда вы на ней просто живете там не знаю работает у вас bluetooth там вода там один холодильник то есть обычный режим regular плюс это когда вы уже включаете два холодильника у вас там приезжают еще дополнительные люди и естественно у вас нагрузка на лодку очень сильно возрастает потому что только один холодильник потребляет на 5 ампер или на 6 ампер больше то есть грубо говоря мы очень сильно увеличиваем расход энергии даже просто включая холодильник и в режиме стендбай ну и бот full power это когда на лодку максимальная нагрузка это когда там raw sea condition когда волны когда автопилот там рулит пытается справиться когда у вас там работают все приборы включенное освещение ходовые огни то есть в этом случае может быть и 30 ампер то есть это будет скорее всего редко или эпизодически но мы считаем потому что это нам необходимо для калькуляции так вот первых 5 позиций это то что потребляет лодка в зависимости от того сколько на лодке людей какие какие приборы включены именно на 12 вольтовой бортовой сети из оборудования которое на лодке установлено теперь давайте смотреть что же у нас есть из потребителей первое стиральная машинка стиральная машинка у нас потребляет мы считаем ее где-то два раза в неделю первое это общее постельное белье плюс там какие-то свои там футболки трусы вещи постирать то есть я вам сейчас показываю пример мы не будем проходить по абсолютно всем просто по каким-то ключевым моментом и так у нас два раза в неделю у нас три киловатта мы будем потреблять за неделю то есть грубо говоря мы эти три киловатта делим на 7 дней получаем 429 ватт мы должны в сутки получать если у нас две стирки в неделю по посудомойке два цикла в день я считал watermaker мы считаем так то есть у нас 50 60 литров в день идет расчетных если мы не пользуемся нам в плюс если пользуемся допустим стиркой то это два раза в по 60 литров то есть грубо говоря на каждую стирку мы добавляем 1 час работы опреснителя интернет starlink у нас работает 24 часа вроде мелочи но тем не менее 1 и 2 киловатта в сутки он потребляет это большое количество энергии которые нужно опять же откуда-то получать так вот есть там несколько вариантов первый вы можете им пользоваться 24 часа в сутки можете на ночь отключать я вывел здесь две эти позиции ну в общем будете смотреть как здесь все устроено пользуйтесь компьютером компьютер потребляет 40 ватт если вас два человека это два компа соответственно 80 ватт потребления если мы их умножим там на 5 часовой рабочий день не всегда два работают иногда меньше то в любом случае у нас получается 400 ватт в день мы будем добавлять на компьютер и один киловатт на всю периферию если вы там не знаю снимаете в блоге у вас есть камеры телефоны планшеты какие-то не знаю fpv дрон обычные дроны то есть куча устройств которые надо заряжать на вот это все мы закладываем 1 киловатт энергии если нас живет два человека снизу у нас есть 6 позиций которые по потреблению энергии отличаются самое важное это ваты в день и так у нас есть вот то что нам нужно понимать это regular consumption это то что мы регулярно потребляем и регуляр фур регуляр full power consumption то есть это когда ну вот прямо вот все включено то есть основные две позиции это регуляр регулярное потребление regular плюс это то вот в этом диапазоне мы находимся но нам нужно понимать что если у нас будет немножко больше значит мы будем где-то экономить электроэнергию если у нас не хватает энергии мы можем не включать посудомойку и получить как бы вот это вот диапазон в плюс а если у нас типа все окей там допустим выключен второй холодильник мы можем пользоваться посудомойкой ну в общем мы можем регулировать вот для себя как-то вот этот вот эти диапазоны но нам нужно понимать сколько энергии у нас будет чтобы этот рабочий диапазон у нас имел пополнение энергии так по расходам электроэнергии понятно тип но мы эту вкладку сейчас просто оставляем и переходим к следующей потому что мы будем рассчитывать потребить подпотребление получения энергии поэтому мы заходим в солнечные панели вы видите сверху с левой стороны у нас стоят вот эти же все наши позиции и выделены красным это наше регулярное потребление немножечко поэкономить и экономим меньше то есть если у нас допустим там два холодильника и так у нас получается вот идут в табличке амперы ваты в час и то сколько мы должны получать в час солнечных панелей это очень важно солнечные панели мы считаем из расчета того что 60 процентов эффективности это то количество энергии которые мы можем с панелей снимать потому что когда идет солнце какие-то панели в тени какие-то панели работают плохо то есть какие-то панели и меду плохо потому что они уже старенькие какие-то панели допустим под углом не тем к солнцу они работают плохо поэтому мы берем эффективность панелей с 60 процентной короче мы берем 60 процентов это то сколько мы с батареи можем фактически снять то есть грубо говоря к этим данным нам нужно добавить еще 40 процентов чтобы получить емкость батарей и важно мы рассчитываем что энергию от солнца мы можем получать с 10 утра до 4 дня то есть эти 6 часов это то время за которое мы можем получать энергию если у вас какое-то время другое в чем я сомневаюсь вы вбиваете свои данные в таблицу получаете какие-то свои числа в нашем случае это так ну может быть с 9 она начинает уже работать если там все хорошо но это будет еще не эффективно поэтому мы считаем с 10 ну как бы если с 9 работает значит есть запас по мощности получим больше там не знаю сварим воды больше что угодно там включим обогреватель воды и так у нас получается основные три режима это regular это то красненьким выделено то есть мы берем наше потребление лодки в час добавляем 40 процентов и получаем 1875 ватт нам нужно получать в час если мы говорим с 10 до 4 дня если мы немножечко экономим мы уже хватает нам полтора киловатта панели если мы меньше экономим то два с половиной то есть грубо говоря от полутора до двух с половиной киловатт солнечных панелей не по потреблению а именно панелей у нас должны быть установлены на лодке теперь вопрос жесткие панели либо мягкие панели конечно жесткие панели значительно лучше потому что у них есть снизу вентиляции они не деградируют если у вас они правильно установлены хватит вам их вообще на безлимитно долго ну пока они не перестанут работать в принципе или морально не устареют мягкие панели они удобные в удобнее в эксплуатации вы можете положить кстати ходить по ним нельзя чтобы не говорили но если вы на них ступите аккуратно ничего страшного не произойдет поэтому если они лежат в тех местах где есть шанс что на них можно наступить то мягкие панели нормально за счет того что солнечные панели мягкие лежат на поверхности они очень сильно нагреваются и соответственно приходят в негодность значительно быстрее поэтому если у нас стоит вопрос использовать жесткие либо мягкие однозначно использовать жесткие мягкие когда у вас особого варианта нету когда их начинаем рассматривать в нашем случае здесь нам нужно подниматься для того чтобы можно было сложить парус и если мы ставим сюда жесткие панели это зайти на торток у нас больше не получается даже сейчас вот я беру я кладу поверхность горячая а солнце сейчас немного а эта поверхность абсолютно холодная и вот эти панели при том же размере дают 430 ватт а те панели при том же размере дают 550 то есть они более эффективны по количеству солнечных панелей мы разобрались по количеству потребителей мы разобрались теперь батареи они считаются немножечко по-другому идем в следующую вкладку я вам специально это все сделал итак смотрите у нас на лодке стоят литиевые батареи для того чтобы все безопасно работало если какая-то ячейка например умрет то бмс отключит всю сборку и мы останемся без энергии меня это совершенно не устраивает поэтому я разделил всю сборку на две части то есть у меня две по 600 сборок стоит непосредственно на лодке 1 выходит из строя вторые 600 работают мы берем наш суточный расход это когда наша лодка работает в нормальном операционном режиме но экономия то есть грубо говоря у нас работает там туалет и вода холодильник там включенные приборы при вот этом режиме наша лодка потребляет 10 ампер в час в сутки соответственно 240 ампер часов это то что как бы мы с наших батарей в сутки будем снимать я вам уже ранее показывал что я нашу сборку батарейную доместик батареи разделил на две части для безопасности если одна половина выходит из строя или одна ячейка выходит из строя бмс и и отключает мы работаем на второй половине так вот я решил сделать так чтобы суточный расход энергии это была половина от половины емкости то есть грубо говоря 25 процентов от всей доступной электроэнергии либо 50 процентов от половины в случае если что-то пошло с батареями не так так вот если мы берем наш суточный расход умножаем его на 4 у нас получается 960 ампер часов это собственно наша энергия которая за четыре дня будет потрачено теперь батареи бмс отключает батареи при 10 процентов остаточной емкости то есть чтобы не убить ячейки мы считаем для безопасности это значение 20 процентная то есть грубо говоря если у нас там 1000 ампер часов то 800 у нас доступно потому что 20 процентов это будет тот запас который мы считаем там нулевым так вот если мы к 960 добавим 20 процентов у нас получится 1152 это общая емкость батарей которая нам нужна то есть округляем потому что таких значений точных не бывает у нас получается емкость необходимая 1200 ампер часов нам нужно чтобы у нас на лодке было установлено теперь давайте смотреть если у нас идет там небольшой дисбаланс когда ячейки будут отключены бмсом то есть берем 10 процентную 10 процентную емкость которую бмс считает нулем и наш остаток будет 1047 ампер часов этот собственно доступная энергия короче вы поняли резюмируем нам необходимо 960 ампер часов добавляем 20 процентов и получаем общую capacity емкость батарей 1200 ампер часов ту которая у нас вот кстати на лодке и установлена сколько часов лодка может работать при нормальной нагрузке при том объеме батарей которые у нас есть 28 ампер в час это как раз 8 киловатт в сутки которые мы просто разбили на 24 часа и так у нас получается что при таком режиме наша лодка может работать 33 часа то есть грубо говоря если у нас нету никаких получений энергии и мы просто живем в привычной жизни то на 33 часа нам хватит полностью полноценной жизни если у нас там 10 киловатт почти 11 то это 24 часа там при 14 киловаттах 19 и если у нас там самый супер экономичный режим мы можем жить на этих батареях 115 часов что на мой взгляд является великолепным результатом если у нас проблемы мы можем находиться достаточно долго без подзарядки если мы живем в обычном режиме когда у нас идет цикл подзарядки нормальные то мы можем тоже достаточно долго находиться то есть больше суток до 33 часа это много когда у вас там постоянно большие источники потребли большие потребители много едят с ваших батарей так друзья теперь вы знаете о том какие у нас есть потребители как мы можем получать эту энергию и сколько емкостей нам нужно для того чтобы это все работало то есть это комплексный подход теперь давайте рассмотрим еще один момент откуда еще мы можем получать энергию вы видели потребление нашей лодки то есть это очень большое количество это киловатты в день киловатты в час поэтому давайте смотреть откуда мы можем такое количество энергии получать солнце до солнцем мы разобрались если у нас на моторе альтернатор нормальный альтернатор это где-то 80 ампер в час он может выдавать но мы можем поставить большой альтернатор на 150 но мы сразу автоматически входим в режим когда нужно под него строить сетап то есть ставить контроллер потому что он должен питать чтобы не сгорел потом он должен работать на специальных ремнях то есть тоже какой-то кит короче мы говорим о том чтобы добавить еще 1000 долларов где-то минимум для того чтобы эта система заработала и плюс сам альтернатор то есть грубо говоря там полторы тысячи долларов нам нужно заинвестировать чтобы получать там условно 150 ампер вместо 80 стоит она того на мой взгляд нет еще по другой причине двигатель это очень супер важный ресурс и тратить его на зарядку батареи это жесткое кощунство потому что у вас это то вы заходите в марину вы выходите вам нужно чтобы ваш двигатель был в полном порядке с максимальным ресурсом поэтому мы не рассматриваем зарядку только аварийно далее дизель генератор вот здесь мы сейчас с вами будем очень серьезно рассматривать потому что это реально офигенное устройство для зарядки сейчас мы посчитаем сколько вам его нужно давайте я вам на примере покажу тот дженсит который стоит у нас просто чтобы у вас было какое-то наглядное понимание того как это устроено и так у нас дженсит она на шесть с половиной киловатт давайте смотреть из чего они состоят и так 80 процентов эффективности мы можем рассчитывать на эту энергию потому что если мы будем использовать шесть половиной киловатт то я думаю за там несколько часов наш генератор умрет поэтому мы рассчитываем что мы с него не можем снимать более 80 процентов энергии шести с половиной киловатт 5200 ватт это как раз 80 процентов энергии которую мы с него можем снимать то есть этот тот объем энергии на который мы можем рассчитывать и так в нашем случае на лодке у нас стоит два зарядника крис тека по 60 ампер это 120 ампер либо 1440 ватт то есть почти полтора киловатта мы используем для того чтобы питать наши батареи если у вас один cry стек или какой-то другой зарядник то это 60 ампер например если 40 ну то впишите туда свои значения это 720 ватт в нашем случае у нас два по 60 плюс инвертор виктрон у которого встроенный зарядник на 120 ампер это также 400 1440 ватт которые мы снимаем с нашего генератора и того 2 и 88 киловатта мы снимаем при зарядке батарей и мы получаем ток 240 ампер то есть этим током можно за несколько часов вполне спокойно добавить энергию недостающую недополученную от солнца если там на протяжении нескольких дней например было пасмурно в нашем случае остается еще два и три киловатта для чего их можно использовать например можно заряжаться включить стиральную машинку и при этом включить варить воду то есть как раз получается такой оптимальный вариант когда вы заряжаетесь и варите воду и стираете то есть у вас и получение и расход компенсируется там не знаю двумя литрами топлива в час и при этом у вас еще и заряжаются батареи то есть оптимальный вариант далее ветрогенератор ветрогенератор это очень смешная история потому что он выдает ну может он выдает там 10 ампер тока если дует не знаю тридцатка если дует какое-то меньше количество 235 ампер он выдает при этом вас постоянная вибрация вас постоянный грохот для того чтобы получить так мало энергии вам нужно такое неудобное устройство ну то есть что вы можете получить ночью лампочку питать его не хватит даже на холодильник ну то есть о чем мы обсуждаем это абсолютно ненужное устройство на лодке если вы стоите где-то дует 30 плюс всегда ну наверное имеет смысл их там две штуки поставить и будет окей но если вы находитесь вот как у нас сейчас абсолютный флэт то это неиспользуемо водный генератор хорошая вещь дает около 15 ампер при шести узлов входа когда вы идете вы можете пополнять когда у вас меньше скорость вам нужно можно поменять винт на большие он будет работать более эффективно но мы говорим от 10 грубо говоря там 10 там 12 15 ампер вы можете с вот энси самого эффективного водного генератора на данный момент снимать но у вас появляется maintenance потому что много крутящихся моментов которые находятся под водой туда иногда попадает вода в общем вы сразу автоматически попадаете на обслуживание этого устройства причем устройство стоит порядка пяти тысяч долларов это дорогое устройство нас кстати она раньше было мы от него избавились потому что посчитали что заряжаться солнцем будет более эффективно поэтому вы видите что у нас самое эффективное получение энергии когда нам не хватает солнца это дизельный генератор то есть дженсит который установлен на лодке если у вас его нету тогда ставьте больше панели если места нету ну тогда двигателем заряжаться остальные источники энергии на мой взгляд они неэффективны и поэтому мы имея их раньше и обладая хорошим опытом эксплуатационным то есть я всю кругосветку сделал свод нс и и с ветрогенератором я решил что мне в будущем на лодке это не нужно я его от этого всего избавился поэтому я считаю что солнечные панели и дженсит это все что вам необходимо для того чтобы ваша лодка была независимая с точки зрения энергии ну и с точки зрения воды соответственно все на этом данную часть мы заканчиваем а сейчас идемте внутрь я вам покажу как это все собрано как это все работает ну что теперь давайте возьмем схему виктрона потому что на базе виктрона собрана у меня вся система я предпочитаю монобренд потому что они между собой очень хорошо работают на схеме наверное это будет выглядеть немножечко сложновато но не забывайте что вы строите реально крутую экосистему внутри вашей лодки поэтому да придется немножко поморочиться придется разобраться настроить но в результате когда вы это сделаете все будет работать просто офигенно поэтому вникните в схему виктрона и сейчас вы увидите принципиальную схему виктрон не все элементы из этой схемы мы используем но тем не менее большинство и принцип собрано вот так вот как тут нарисован есть две системы связи между всеми юнитами это вибас это связь через ethernet и через нее подключенные мощные устройства которые требуют большого количества обработки команд и есть вторая система видирект это просто информация которая проходит от юнита к юниту и вы можете мониторить с помощью видиректа информацию допустим от mp5 контроллеров все это в себя собирает сербо это тот юнит который у нас находится посредине и так у нас в цербо идут 4 юнита 4 mp5 контроллера которые передают данные о том что они получают в данный момент какое количество солнца а это все идет в цербо далее идет монитор который показывает что собственно у вас происходит то есть полная аналитика вы можете программировать потому что система достаточно гибкая у нас нет управления мульти плюсом потому что у нас все это работает через вибас через экранчик который есть собственно у цербо джей x все это может передаваться на софт на планшет на телефон то есть в интернет вы можете получать данные что у вас на лодке происходит даже не находясь на лодке просто зная айпи адрес как куда постучаться далее на цербо можно заводить огромное количество данных таких как количество топлива воды температурные сенсоры разные алярмы вы видите всякие там дора дора лярм билдж алярм то есть вы можете сюда завести кучу информации в случае если у вас допустим будет наполняться билдж памп у вас будут уводиться данные на цербо и он будет там пищать и кричать также есть унит управления генератором если допустим у вас батареи просели он может автоматически включить генератор причем там много есть схем там с задержками по потреблению и так далее вообще система офигенная очень нравится ну и инвертор который также на цербо заведен через него это все включается шунт который имеет анализ всех данных по приходу и расходу электроэнергии и он также передает данные на цербо то есть вы видите насколько клевая эта система у виктрона и так самое первое и самое важное это мониторинг энергии поэтому у нас есть такое устройство как цербо и экранчик который на себя много всего выводит но я вам про него расскажу немножечко больше давайте сейчас посмотрим что он умеет на основном экране есть наши батареи вот они сейчас показаны и количество энергии которую получают солнечные панели это dc system это шунт сколько энергии получает либо потребляет лодка ac это 220 вольт то что работает через инвертор в каждое устройство можно зайти и допустим не знаю инвертор мы можем выключить или сделать только зарядник или использовать его как только инвертор то есть это все помимо того что мониторинг это еще и управление то есть под каждый из раздела вы можете зайти и посмотреть что они умеют также у нас здесь на экране выведены это дизельные танки то есть то топливо которое у нас есть и вода которая у нас есть в баках это все подключается в цербо и это очень крутой мониторинг всех систем которые есть на борту если зайти в меню мы сейчас попадаем ну просто в огромное количество параметров которые все настраиваются здесь даже есть скрипты вы можете запускать например при количестве энергии там не знаю настроить 10 процентов или 20 процентов у вас будет включаться генератор который будет автоматически заряжать при этом там либо по времени либо по достижению какого-то процента у вас батареи будут отключаться то есть очень крутая система которая умеет там отправлять алярмы там ну в общем это супер система которая позволяет вам полностью управлять всем что у вас на лодке задействовано то есть также сюда выведены и mp5 контроллеры и ну все там по бакам по топливу по всему она сама подключена к интернету она может сама апдейтится то есть очень очень крутая система с очень мощным анализом всех данных которые у вас есть так народ я не буду показывать вам в деталях как там что каким болтиком собрано это в данном случае не важно есть правило сборки всяких электрических систем то есть это нужно знать если вы сами этим начинаете пользоваться нужно понимать как это все собрано какие баз бары и какие шайбы то есть это нужно вам будет разобраться самостоятельно может быть каких-то видео я об этом расскажу позже но сейчас основной смысл это понять вообще как устроена система не вникая вот какие-то мелочи поэтому просто смотрим как как собрано теперь давайте поговорим про батареи про ту сборку которая сделана у меня на лодке я считаю данную сборку оптимальной так как это супер безопасное решение которое в случае отказа какой-то из ячейки не кладет лодку в blackout а позволяет вам дальше полноценно функционировать то что вы видите сейчас на экране сборка батареек разделена на две части верхняя и нижняя про это я расскажу чуть-чуть попозже но давайте поговорим про батареи кстати ранее у нас был выпуск про эти батареи я показывал как они собираются по зайдите по ссылочке посмотрите если вы не видели этот ролик мы собрали данную систему на ячейках по 32 вольта наша сборка разделена на две части верхняя и нижняя по 600 ампер часов каждая из половинок состоит из четырех сборок по три ячейки по 3 и 2 вольта на каждый минусовый провод у нас идет отдельный бмс есть отдельная система которая показывает работу бмс а в случае дисбаланса бмс будет отключать какую-то сборку все это заведено у нас через баз бары отдельно позитив отдельно негатив на каждую сборку заведены балансиры то есть самая большая проблема лития это дисбаланс у нас здесь сейчас небольшой беспорядок так как я занимался обслуживанием данной системы но обычно проводочки у нас разложены все красивенько я вам сделал небольшую схемку показать как у меня собрана система и так с левой стороны у нас 4 солнечные панели я завел каждую солнечную панель на mp5 контроллер на отдельный далее идут выключатели которые могут отключить подачу энергии если что-то пойдет не так вот каждой из солнечных панелей далее это все через бмс заходит на аккумуляторы и после аккумуляторов идет нагрузка у нас есть две системы это dc постоянного тока то что собственно питает нашу лодку и ac это переменный ток который идет через инвертор инвертор также является зарядником который позволяет вам очень эффективно заряжать литий если у вас есть подача берегового питания по схеме понятно идем дальше отдельно у меня выведены 4 mp5 контроллера которые отправляют все данные на сербо я могу мониторить каждую отдельную батарею и понимать сколько каждая батарея нам дает электроэнергии все это заведено через выключатели как я вам и говорил можно отключать отдельно каждую солнечную панель далее у меня идет большой рубильник который отключает виктрон инвертор и все что идет высоковольтная с большими токами у нас заведено в специальный басбар с большими предохранителями по 200 500 ампер поэтому в данном случае если что-то у нас пойдет не так то большие токи не вызовут никаких больших проблем то есть просто сгорят предохранители и все теперь давайте посмотрим на сам виктрон то есть инструкция говорит о том что его нужно размещать в хорошо вентилируемом помещении но в данном случае мы решили сделать по-другому я его поставил в компартмент который в котором у нас ранее были батареи стартовые места здесь не очень много нужно было обеспечить циркуляцию поэтому мы сделали принудительную циркуляцию обратной стороны инвертора завел гофру и большой блогер то есть вентиляцию моторного отсека такие блогеры используются у нас 12 вольтовый блогер который создает большой поток воздуха и он всю весь горячий воздух который есть у инвертора выдает наружу туда откуда его уже можно спокойно забирать откуда он уже сам по себе выходит для того чтобы это сделать виктрон подключается через ethernet к компьютеру и можно настроить программу которая будет включать реле а на реле я завел собственно этот блогер поэтому у нас у виктрона следующая логика например когда идет большая нагрузка включается вентилятор охлаждение который через сам юнит пропускает воздух через десять секунд после включения вентилятора по логике у меня включается реле которая запускает блогер для отвода тепла после того как реле выключается после того как остыл собственно ну когда тепло было выведено из инвертора проходит 30 секунд и блогер еще продолжает через 30 секунд он отключается поэтому вот такая у нас система которая позволяет отводить тепло потому что сам юнит расположен ну не в самом удачном месте на лодке но мы справились с теплоотводом вот таким вот нехитрым способом то есть через программатор через софт виктрона через программацию реле на самом инверторе ну что народа этот выпуск подошел к концу я надеюсь это сложная и муторная информация была вам полезна для ягцменов я думаю это супер полезно потому что по этому видео можно собрать себе полностью систему не забывайте о том что у нас было видео про литий я показывал и рассказывал как он собирается ссылочка опять же вот сейчас на экране есть ну а собственно мы закругляемся не забываем подписываться на канал это очень важно больше подписчиков больше мотивации для того чтобы что-то прикольное снимать лайк коммент здесь я думаю есть что обсудить и до встречи в следующем